Лекции читаются для библейского портала «Экзегет». Сегодня мы начинаем беседы по Евангелию от Матфея. И мы читаем первую главу этого Евангелия, которая начинается словами «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Аврамова». Аврам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фореса и Зару от Фабари, Форес родил Исрома, Исром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Насона, Насон родил Салмона, Салмон родил Ваоза от Рахавы. Обычно, когда читается текст, где наличествуют родословные линии, то легкомысленные читатели стараются побыстрее прочитать родословные линии и перейти к повествовательной части. И они допускают очень серьезную ошибку, потому что в каждом библейском родословии содержатся удивительные тайны. По этому родословию, которое мы имеем в Евангелии от Матфея, мы обозначим следующие вопросы. Первый вопрос. Почему Христос называется сын Давидов? Второй вопрос. Почему Христос называется сын Аврамов? Хотя, казалось бы, если он потомок Давида, все знают, что Давид происходит от Авраама, как бы излишне было это уточнять? И следующие вопросы по родословию, которые мы имеем, первая глава от Матфея, с первого стиха по 17 стих, это следующие вопросы. Первый вопрос. Почему в родословии присутствуют имена четырех женщин, которые допустили сексуальную нечистоту или были близки к этому состоянию? Следующий вопрос. Зачем Матфей разделил родословие на три части? От Авраама до Давида 14 родов, от Давида до Вавилона 14 родов, от Вавилона до Христа 14 родов. И последний вопрос. Это вопрос, почему сказано, что от Вавилона до Христа 14 родов, считаем, находим только 13 имен. Кто же 14? Сначала мы рассмотрим два вопроса по предисловию или вступлению к Евангелии от Матфея. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Почему Христос назван сыном Давидовым? Сразу возникает вопрос, а какой сын Давида имеется в виду? У Давида было несколько сыновей, но самый, скажем так, знаковый сын царя Давида – это Соломон. А что сделал Соломон? Став царем, он построил храм, тогда единственный на всей планете, посвященный имени Божьему. И Христос называется сыном Давидовым и в том смысле, что он приходит в этот мир, чтобы создать храм веры, свою святую церковь. Как в 16 главе от Матфея мы читаем слова Христа, где он говорит, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Следующий вопрос по предисловию. А почему он назван также сыном Авраамовым? Опять же возникает вопрос, а какой сын Авраама имеется в виду? У Авраама было несколько сыновей, был ребенок от Агарь, был ребенок от Сары и было несколько сыновей от Хитуры, на которой Авраам женился после смерти Сары. Сын обетования Божия у Авраама был один, Исаак. А самый значимый поступок в жизни Исаака, это когда Бог сказал Аврааму, пойди на место, которое я тебе укажу, и принеси в жертву сына твоего, которого ты любишь. И Авраам идет с Исааком на эту гору, это гора Мариа, или сейчас она называется Храмовая гора в Иерусалиме. И там он хочет принести в жертву своего сына, но Господь останавливает его через ангела и говорит, не причиняй никакого вреда этому отроку, ибо Бог усмотрит для себя Агнца. То есть будет более совершенная жертва, чем нежели то, что ты хочешь здесь совершить. Иными словами, Бог уже как бы указал на Христа, как на совершеннейшую жертву. И когда Иоанн Креститель впервые увидит Иисуса Христа на берегу Иордана, он прямо скажет, «Вот Агнец Божий, то есть вот тот самый, о котором было сказано, что Иеговы Ире Господь усмотрит, который берет на себя грехи мира». Теперь вопросы по самому родословию. Первый вопрос родословия Иисуса Христа в Евангелии от Матфея, это первая глава с 1 по 17 стих. Почему здесь помещаются четыре женских имени, и у этих женщин были очень сложные моменты в жизни, связанные с сексуальной нечистотой? Зачем Матфей это делает? Здесь нет имени праведной Сары, нет имени праведной Ли, Рахиль, Ревеки. Отдаются имена, за которыми такие сложные судьбы. Прежде всего, вспомним, что это за имена. Это Фомарь, кровосмешение с тестем, с Июдой. Это Рахав, блудница из Ирихона. Это Руфь, Руфь-Мавитянка. И это бывшая Заурий, как она здесь называется, то есть Версавия, прелюбодеяние при живом муже. Зачем Матфей помещает здесь такие сложные женские имена судьбы? Какая цель? Во-первых, две из этих женщин не были еврейками. Это Рахав, которая была хананьянка из Ирихона. И это Руфь-Мавитянка. А в книге Второзакония сказано, что мавитянин и в седьмом поколении не войдет в народ Божий. А Руфь, кстати, это прабабка царя Давида. Все эти четыре женщины праматери Господа Иисуса Христа по прямой. Зачем Матфей помещает их имена здесь, когда в еврейской традиции вообще не принято в родословиях упоминать женские имена? И если это делается, то очень редко. Матфей это делает с определенной целью, чтобы подчеркнуть, что тот поток, из которого по человечеству выходит Христос Иисус и по Божеству входит в Него, он был замутненный поток в том смысле, что судьбы этих людей не всегда были идеальны и радужны. И это имеет огромное значение для нас. Ведь о Христе сказано, что Он всегда и вовеки тот же. Если Он не постыдился принять на Себя по человечеству такое родословие, это значит, Он не постыдится твоей и моей замутненности. Ведь Он сам пришел в этот мир, как Он говорил, чтобы спасать не праведных, а грешных. И Матфей показывает, что не все так легко было в родословии дома Патриарха Иуды, которое это родословие, оно нисходит Господу Иисусу Христу, Мессии. Следующий вопрос, зачем Матфей разделил родословие на три части, от Авраама до Давида 14 родов, от Давида до Вавилона 14 родов, от Вавилона до Христа 14 родов. Святитель Иоанн Златоуст поясняет, это сделано с той целью, чтобы люди раз навсегда поняли, что с переменой правления они лучше не становятся. Грешили при патриархах от Авраама до Давида, грешили при царях, монархический период от Давида до Вавилона, грешили и в период двукратии, трикратии, или, как бы сейчас сказали, в период политического плюрализма от Вавилона до Христа. То есть никакие националистические и политические спекуляции не решают главный вопрос, как человеку избавиться от греха. И только с пришествием Христа Спасителя в этот мир появилась надежда, что люди смогут избавиться от ответственности за грех и начать ходить, как сказано апостолу Павлу, в обновленной жизни. Следующий вопрос – это вопрос, почему сказано, что от Вавилона до Христа 14 родов, считаем, находим только 13 имен. Кто же 14? 14 – сам Господь наш Иисус Христос, который по человечеству выходит из своего родословия, а по божеству входит в него, в своем Богочеловечестве. Халкидонским определением – неразлучно, нераздельно, неизменно и неслиянно. То есть в момент Боговоплощения он становится нашим сотелесником, как учил Григорий Низкий. То есть он уподобился нам во всем, кроме греха, как пишет апостол Павел, став одним из нас. Поэтому он является 14-м в своем собственном родословии в истинном человечестве. И когда мы изучаем Святой Евангелие со всяческим вниманием, то перед нами открываются удивительные истины. И как мы видим, вот по этим вопросам, которые мы выше обозначили, решение каждого вопроса приносит нам некое назидание. Родословие оканчивается 17-м стихом 1-й главы от Матфея. И далее мы читаем. «Рождество Иисуса Христа было так. По обручению матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святаго». Сразу возникает вопрос, а почему Христос рождается от Девы, которой была обручена мужу? Святые отцы предлагают следующее объяснение. Это было сделано для того, чтобы до времени от Дьявола скрыть ту самую Деву, о которой еще пророк Исаия предсказал, «Все Дева в очреве примет и родит сына». И Дева обрученная, она уже не являлась пристальным объектом для внимания Дьявола, и здесь его внимание ослабело, и он следил за другими Девами, потому что из Писания знал, что Христос должен родиться от Девы. Другое объяснение Девы Марии была обручена Иосифу, который к тому времени был уже пожилым человеком, чтобы он оберегал ее девство от сватовства молодых людей, которых могла, например, поразить красота Девы Марии, о которой писали многие древние авторы, не только христианские. Итак, прежде нежели сочетались они, то есть Иосиф и Мария, оказалось, что она имеет в очеве от Духа Святаго. «Иосиф же, муж и я, будучи праведен, и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее». Вот здесь непонятно, в каком смысле Иосиф праведный. Будучи праведным, не хотел огласить ее. Если речь идет о праведности Ветхозаветной, то в соответствии с законом Ветхого Завета, с пониманием праведности Ветхого Завета, Иосиф как раз должен был огласить, что обрученная ему Дева беременна, и он должен был привести ее к воротам города, где ее должны были побить камнями. О какой же праведности идет речь, что Иосиф же, муж и я, будучи праведен, не желал огласить то, что она в положении? Речь идет о том, что хотя Христос еще не родился, но сияние новозаветной праведности распространяется и на обручника Иосифа, а праведность Христова учит. «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих, молитесь за обижающих». И он, Иосиф, ведет себя не как Ветхозаветный человек, а уже как человек новозаветный, хотя проповедь Христа еще не огласила этот мир. Конечно, сразу может возникнуть другой вопрос, а почему Дева Мария не рассказала Иосифу о том, что она ожидает ребенка, сочатывая от Духа Святаго. Это было настолько невероятно, объясняют святые отцы, что Дева Мария предоставила Господу самому чудесным образом объяснить все Иосифу. И Господь не замедлил, и мы читаем далее 20 стих, но когда он, то есть Иосиф, помыслил это, сей ангел Господень явился ему во сне и сказал «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святаго. Родить же сына, и наречешь имя ему Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Конечно, такое ангельское вразумление, оно рассеяло все сомнения в сердце Иосифа Обручника, и теперь он будет продолжать защищать девство Пресвятой Девы Марии и проявлять заботу о младенце Христе. Следующий вопрос, который неизбежно возникает, а почему Бог является в этот мир как отрача млада, при этом оставаясь предвечным Богом? Святые отцы объясняли, в частности, Плаженный Августин, что это может быть связано с тем, что мы слишком взрослы в своей греховности, мы покрыты взрослостью собственной греховности, и ничто не может эту коросту греха как бы поколебать. Но когда Бог предвечный становится маленьким младенцем, то перед лицом такого умоления Божества короста нашей греховности неизбежно дает трещины. И когда особенно праздник Рождества Христова, все мы и дети, и взрослые, и совсем пожилые люди чувствуем себя детьми. Дарим друг другу подарки, поздравляем друг друга, вглядываемся в небеса, не увидим ли мы там свет Вифлеемской звезды. Мы прочитали наставление Иосифу «Родить же сына, и наречешь имя ему Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Как святые отцы истолковывают эти слова «Какие люди для Бога свои?» Отвечая на этот вопрос, отцы со всей категоричностью заявляют «Для Бога своими являются все люди, живущие на земле». Ибо через великих пророков Бог уже засвидетельствовал на страницах Ветхого Завета, что наш Бог не хочет смерти грешника. И даже более того, сказано через великих пророков «Бог не хочет смерти умирающего». И в Новом Завете сказано «Бог хочет, чтобы все спаслись и пришли к познанию веры». Поэтому вот эти слова «Ибо он спасет людей своих от грехов их» не означают, что он явился в этот мир ради тех, которых он уже предузнал. Он принес полноту спасения в этот мир. И Христос, как пишет Иоанн Богослов в первом своем соборном послании, умер не только за грехи наши, то есть у веровших, но и за грехи всего мира. Но воспользоваться заслугами Христа могут только те, которые ответят согласием на голговский подвиг Христа Спасителя и примут христианство всем своим сердцем. Давайте вспомним, когда Христос был на Голговском кресте, воин Лонгин ударил копьем под ребро и истекла кровь и вода. Это два символа. Кровь – символ божественной Евхаристии, святого причастия, а вода – символ крещения христианского. То есть через эти таинства все мы, некогда не народ, становимся народом Божиим. И некогда находившиеся под гневом Божьим, будучи чадами гнева, становимся чадами Божьими через осознание божественных милостей, когда Христос сам входит, вторгается в нашу реальность и меняет нас. И далее мы читаем у Матфея, «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, то есть пророк Исаия, «Се девы в очреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит с нами Бог». Из древних христианских преданий известно, что среди переводчиков еврейского текста на греческий язык, когда создавалась известная септуагинта, перевод 70, был некий праведный человек по имени Симеон. И это событие имело место быть, осуществление перевода в III веке до Рождества Христова. И когда Симеон переводил эти слова у пророка Исаии, «Се девы в очреве примет», он всколыхнулся в сердце своем, как эта дева, если примет в очреве и родит, то это не дева. И он хотел вырезать из кожаного пергамента эти слова. Но тут же в его келии появился белоснежный ангел, который сказал ему, «Симеон, ты будешь жить до того момента, пока ты сам не увидишь деву, которая родит». И он прожил много и много столетий и дожил до того времени, как рассказывается в Евангелии от Луки, когда однажды, придя в храм, Духом Божьим ему было сказано, вот та, которая родила, и он взял на руки богомладенца Иисуса, благословил его и его матерь. И первая глава Евангелия от Матфея оканчивается словами, «Восстав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». Наречение имени снимало все подозрения. Когда были основания сомневаться в чем-то отцовстве, если человек нарекал имя ребенку, то он как бы через это усыновлял его, и все сомнения и недоумения снимались. Итак, сегодня мы с вами, друзья, изучили первую главу Евангелия от Матфея, и если будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы продолжим чтение этого удивительного текста, изучая уже вторую главу этого Евангелия. Евангелия от Матфея, в следующий раз Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!